Дарова, братаны! С вами Лобстерс, это бесконечное лето булки кефира рок-н-ролл, и мы продолжаем. И продолжим с того самого места, на котором в прошлый раз остановились. А здесь, может быть, в такое время, ну да, там кто-то храпел. Удивиться было чему. Как плату за хранение матрасов мы использовали их... в качестве мягкой мебели. Часть их. Остальные же таки остались лежать неравной стопкой в пустом углу. Микуля тогда поворчала, что у нас не склад мусора, но не на улице же их хранить. Зато теперь у пионеров был повод для шуток. Наш клуб частенько называли палата с мягкими стенами. И клуб для бойных. Сопение доносилось с верхушки этой самой стопки. Интересно, кто там, может, Ульянка? С неё осталось бы залезть туда и заснуть. Представить себе крапкающиеся на горы матрасов Алисы я не мог. А больше некому. Мику я лично проводил до домика. Не очень хорошо по отношению к Мику, но непокорная фантазия тут же нарисовала в сладко спячую в обнимку. С котом рыжую девочку. В одной футболке хвостики распущены, волосы разметались по постели, стройные бёдра цвета персиковой кожицы открытые до самого верха. Наверняка ещё и пальчик во рту. Опять молодое тело даёт о себе знать. Как там в песне? В моей голове гормональный дурман. Я секс-шизофреник. Я эротоман. Ну ладно, глянуть-то можно. Но одним глазком никто ведь не узнает. Тихо, стараясь не шуметь, я подошёл поближе. Здесь в углу матраса образовали уютное гнёздышко, в котором мирно спала... Не, не спала. Бля, кто тут? Спали. Оу. Я густо покраснел, и было отчего. Прямо передо мной в темноте белело две пары босых ног. Внизу на стуле обнаружились пионерские... Пионерская форма, всякие женские штучки вроде лифчика и чулок и... Медицинский халат. Хуя. В гнёздышке лежали двое. У стенки мерно дремала наша медсестра, а рядом, уткнувшись в её грудь, посапывал голый белобрысый пионер. Шурик! Вот жеребец, какие он радиодетали по ночам ищет. Пальцы виолы уткнулись в со... утонули в соломенной шевелюре Шурика. На лице играла ласковая улыбка, одна сплошная нежность и забота. Даже в чём-то завидно. Интересно, как бы выглядели мы с Мику? Да, нашёл время думать о таком, уходить надо. Ну, виола большая, Шурик тоже не пятиклашка. Как-нибудь сами разберутся. Крадучись, я двинулся к дверям. Нужно было за... будет завтра прийти сюда пораньше девочек и разбудить эту сладкую парочку. Или может им будильник завести? Но где его искать в этом-то бардаке? Я проделал почти половину пути, когда под ногами коротко мяукнуло, зашипело и затем рояль издал череду бреньковичьих звуков. По закону подлости, я не только нашёл в темной комнате чёрную кошку, но и загнал её, точнее его, на рояль. Рояль был не в кустах, но всё равно очень не кстати. И как будто всего этого было мало. Тучи вс... Тучи скрыли луну, лишив меня скудного света. Глуповатое положение. И я прислушался. Кажется, парочка так наигралась, что и кот, бегущий по роялю, их не разбудил. Ну и хорошо. Теперь осторожно, очень медленно, не топча котовый, не ломая инструменты, продвигаемся к выходу. Вдруг я кожей ощутил лёгкое... Эээ, ощутил движение воздуха. Довольно прохладного. Не то, чтобы я верил в привидения, но здесь. И с темной ты меня взяли за руку. Я вздрогнул, но прикосновение было лёгким и мягким. Ебать! Погоди, пионер. Виола. Она чё, успела в статье одеться? Не, было очень темно. Но по силуэту было понятно, что одеться она как раз и не успела. Один на один с голой женщиной в тёмном... Мускружке. А человек ли она вообще? Может, завтра отыщут тут два обескровленных трупа? Или скормит таблетку, от которой я всё забуду или... Или перестану фантазировать? Ты нас видел? Эээ, не вопрос. Констатация. Да, извините, вы бы это. Ну, двери запирали, что ли. Я почувствовал, что нервничаю. От обнажённой кожи, стоящей рядом женщины, шло тепло. Пахло чем-то непонятным, но очень приятным. Очень захотелось включить свет, ёбаный извращенец. Тихо, Семён, тихо. Виола издала тихий смешок. Не успели. Увлеклись мы, пионер. Да уж. Ладно, не моё это дело, но будьте поосторожнее. Я не уверен, но, кажется, есть статья за совращение несовершеннолетних. Ты так спокойно реагируешь. Другой бы покраснел и мямлил. А ты не волнуешься, вроде? Странный ты какой-то. Да нихуя себе. Сонный просто вообще вобыхалат на деле. Уверен? Да, не, не надо. Поспорить готов, что она сейчас насмешливо улыбалась. Уверен ли я? Нижняя моя часть убеждала меня, что одеваться ей совсем ни к чему. Но рассудок их едно поинтересовался. А не проваля Алиса насчёт моего желания перепортить всех пионерок в лагере. И как это соотносится с моими чувствами к Мику? Уверен, уверен. Отойди тогда. Я одежду возьму. Она пошуршала одеждой, нащупывая халат. Я притворился невозмутимым, что далось с немалым трудом. Новое место нашли. Чай пить. Я не хотел беспокоить. Думал уйти, заскочить утром и разбудить вас пораньше. Мику хотела до завтрака зайти, прибрать здесь. Она бы точно на вас натолкнулась. Убывающая луна снова показалась из-за туч. В окна кружка проник бледный свет, а тщетливо обрисовал сногсшибательную вигуру нашей медсестры. Она невозмутимо продолжала одеваться. Отвернись-ка, пионер. И спасибо. Кажется, ты спас нас от скандала. Если Ольга узнает, не поймёт. Или поймёт. Сама с молодым пионером в одной комнате живёт. Ну-ну, не надо далёкому дать. Ничего такого нет. Ещё бы. Она всё время такая... Правильная. Блё. Саша не проснулся? Вроде нет. Это... Виола. Давайте его будите, да пойдём по домам. Пускай спит. Если он узнает, что ты нас видел, он со стыда сгорит. Саша такой застенчивый. Лучше сделай вид, что ты нашёл его утром. Так всем проще будет. А я соврёл что-нибудь, почему ушла. И ему не обидно, и не догадается, что нас кто-то видел. Застенчивый Саша заворачал во сне и что-то промочал, причмокивая. Причмокивая сиську. А почему вы именно сюда? На глупо вышло. Лена градусники в лазарете расколотила целую упаковку. Я обработала всё, но решила не рисковать. Да и клуб на отшибе, никто не заглянёт и не услышит лишнего. И дежурные сюда редко ходят. Понимаю. Ну, накройте его простыней, пожалуй. Если Мику увидит его голым, то может не так понять. Сможет, сами его разбудите попозже. Не стоит. Он провожать увяжется. Если нас увидят вместе, то будут лишние вопросы. А со мной вопросов не будет. С тобой нас ещё не видели. Скажешь, что приболел. Если дежурного встретим. У вас всё продумано, да? Она вздохнула. Всё. Кроме того, как он потом будет? После. Подростки, они такие влюбчивые. Да и не только подростки. И Виола заботливо накрыла голого Шурика, поправила ему волосы и вздохнула. Пойдём. Оставив кибернетика смотреть счастливые сны, мы вышли из клуба. Опять ночь. Опять я веду особо противоположного пола от мусклуба к её дому. И опять это не Мику. Виола мечтательно смотрела на небо и довольно улыбалась. И главное, чёрт. Чёрт его знает, о чём говорить-то. Кстати. Виола. Вопрос, конечно, в такой ситуации странный. Но очень интересно. Вряд ли он будет более странным, чем ситуация. Верно, пионер? Что же тебя интересует? Меня Семён зовут. Само собой. Итак, Семён. Тут такое и дело. Ем в понедельник с Ульяной. Я смешался. И, видимо, меня неправильно поняли. Поосторожней! Она девочка ещё молодая. Не знает, что к чему. Ваша... Ммм... Может ей травма навести. Психологическую. Потом расстроится. Глупостей наделает. А то ещё решит покончить с собой. И таблеток наглотается. Причём слабительно. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Сука. Ха-ха. Блядь, как не сдохнет так обосрётся. Может и не опасно, но очень обидно. Делала я такое год назад. Тьфу на вас. Нет. Мы... Как бы это сказать? Привидение искали. Да, Саша рассказывал. Искали привидение, поймали пионера. Я вот теперь привыкнул. Тот второй призрак... Прикинул тот второй призрак. Это ведь вы были в своём халате с распущенными волосами, да? Ну да. Мы, ну, по отдельности уходим. Чтобы дежурные, если увидят, лишнего не подумали. Вы его в ловушку поймали. Я шла. Он, как меня увидел, решил вас подальше увезти. Вот и разыграл испуг. А я подыграл. Натурально вышло? Страшно? Да ещё бы нет. Не натурально, я чуть заикой не стал. Ну, я постаралась. Вам бы в кино играть с такими талантами. Удивляюсь, зачем вы в медицину пошли. На то были причины. Но главное, я детей люблю. Да, я вижу. Она искоса глянула на меня, потом рассмеялась. Ну, ты и фрукт-пионер. Не в этом смысле. Извините, не удержался. Да, я видел, как вы ульянки ноги обрабатывали. Вы очень заботливая. Наверное. Ну, вот мы и пришли. Ты Сашу растолкай, пожалуйста. Ладно, если девочки его голову найдут, он потом стесняться будет. Нет. Спать с миссисстрой, которая на десяток лет старше, он, значит, не стесняется. Ну-но. Я расту и пробежался до нашего домика и увидел, что там горит свет. Ольга сидела на кровати и грызла яблоко, закутавшись в одеяло. Она посмотрела на меня и подмигнула. Опять по ночам бродишь, распорядок дня, слышал про такого зверя? Накажу ведь. Блядь, да накажи меня. Захотела есть, свет включила, а соседа-то и нет. И парадная форма кое-как валяется, завтра мятая будет. Я это, репетировал сидел, уснуть не мог. Врёшь ведь? Честно! Хоть один разик для разнообразия, попробуй вовремя прийти и режим не нарушать. Я попробую, простите же, что заставил волноваться. Ольга уже привыкла к моим вечерним отлучкам и бурчала больше для порядка. Пожелав спокойной ночи, она бросила огрызок на тарелку, попросила меня выключить свет и легла спать. Интересно, что она сказала бы, узнаю, что я только что видел? И что я делал, если уж на то пошло? Я дождался, пока её дыхание станет ровным. Перевёл будильник на 20 минут назад, обернул полотенцем, накрыл одеялом и устроил между подушкой и стенкой. Надеюсь, будет достаточно громко, чтобы разбудить меня и достаточно тихо, чтобы не проснулась Ольга. Иначе начнутся ненужные вопросы. И вообще. Додумать мысль я не успел, провалившись в сон. Начинается новый день, а мы будем заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok